Надо предлагать учащимся, вот, затекающие из ситуационности знания. Значит, нам надо в учебный процесс включать такие ситуации, в которых детям предлагались бы задания не только академической направленности, но и задания, построенные по принципу от задачи к способу. Что это такое? Вот этот вывод не вполне согласуется с нашей традиционной практикой, потому что задания для формирования оценки функциональной грамотности имеют ряд особенностей. Вот, посмотрите, ну, если мы хотим оценку проводить, то это должно быть комплексное задание, которое бы включало детей, мотивировало на выполнение. Вот, если заданий такой части нет, то, как правило, дети гораздо хуже выполняют задание. И включало бы все задания на оценку всех различных компетентностей, которые входят в спецификацию этого задания. Ну, вот я хочу показать на примере. Вот мы для четвертого класса предлагали, например, такую задачку в рамках креативного мышления. На витрине книжного магазина друзья увидели книжку с загадочным названием, и всю дорогу до школы они спорили, о чем это книга. А как думаете вы? И надо записать две разные идеи и загадки. Здесь оценивается дивергентность, разнообразие мышления, но может оцениваться и оригинальность, по частотности ответов она как правило. Во втором задании надо было нарисовать образ на книжке, который бы говорил о видимых и невидимых мирах. А в третьем задании написать, как они понимают значение слова, что означают слова невидимые миры и те слова, ассоциации, которые им приходят в голову. То есть вот такая комплексная история, при которой проверяется выдвижение идей, оценка идей, доработка и, так сказать, изображение там различных идей, выдвижение креативной идеи. Вот это то, что должно включаться в состав такого задания, если мы хотим оценивать какую-то или иную грамотность. Второе очень важное требование к таким заданиям это проблемность и представление этой задачи во внеучебном контексте. И вот это вот имеет прямое отношение к тому, что я сказала. Можно встроить задачи от способа к решению задач, а можно наоборот идти. Вот что мы делаем обычно в учебном процессе? Мы с вами стремимся решить, например, проблему правописания или там вычислительные формирования, вычислительных навыков или еще какие-то вещи. Значит, мы что делаем? Мы подбираем типичные способы решения этих проблем, проверков безударно-гласных в корне слова, войных согласных и так далее, и отрабатываем с детьми на отдельных упражнениях эти правила. Поэтому, когда дети, например, выполняют домашние задания, они не должны задумываться о том, каким способом выполняется то или другое упражнение. Ну, ясное дело, тем, которое обсуждалось на уроке. Вот, а есть обратная задачка. Вот ставят в тупик обратная задача. А вот ситуация, а какой из имеющихся у меня способов я должен применить? Это вот как меня дети в свое время спрашивали, а вам про электролитическую диссоциацию как по физике или как по химии отвечать? Вот, понимаете, а что я должен, как, каким способом, это про что проблема, да? Вот это вот задание на функциональную грамотность, это всегда не академический, где отрабатывается способ и предлагаются типичные задачи, которые решаются данным способом. Это всегда проблемная ситуация и надо понять, каким способом ее решать. Вот, я хотел сказать вам задачку на, так сказать, это даже не задачка, это еще канва такая, идея, да, легенда математической грамотности. Вот, когда мы с вами предлагаем детям задачки на математику, мы ведь всегда, так сказать, нас не очень интересует, ну, кто там на самом деле съел больше бабушкиных котлет. Петя, Вася там или еще что-то, да, вот, или там, с какой скоростью там ехал велосипедист, если это не скорость света у детей получилась, и сколько там земляков получилось, если это не две трети. Вот, то есть, ну, какие-то разумные такие ограничения, но, в принципе, это не важно. А вот для задач на функциональную грамотность ответ очень важен. Он и есть смысл этого самого вопроса. То есть, вот, допустим, мама пошла на электричку, после ухода обнаружила, что она забыла телефон, и задача должна поставлена быть так. Есть ли смысл пытаться ее догнать, вернуть телефон? Вот для этого надо, нужны, провести какие-то вычисления. Не через какое время там сын там догонит, если поедет на велосипеде и так далее. Ну, а здесь вот можно ее с разной степенью подробности давать. Можно дополнить фактическими данными, можно дополнить схемой, в зависимости от того уровня, на котором вы находитесь с детьми. Можно детям задать вопрос, какие там данные необходимы. Примите разумное допущение, если они уже научены так работать. Вот, но смысл понятен. Смысл имеет сам ответ. В отличие от наших типичных традиционных тренировочных заданий, где мы тренируем способ выполнения. Ответ – это косвенный указатель на то, что способ принят. А здесь важен именно ответ. То есть, задачка формируется так и формулируется так вопрос, чтобы он имел практически разумный смысл. Еще одна важная характеристика – неопределенность в способах действия. Ну, вот я это уже показывала. Вот, если убрать на этой коробке конфет, если убрать подсказки, то вот мы тем самым убрали такую вот, ну, уже предопределенность, как решать эту задачку. Вот, и там можно пальчиком считать, можно там умножать, можно там еще что-то там придумать, сделать. Можно вообще, так сказать, не понять, зачем здесь математика, а решать просто так. Поэтому вот ситуация, тоже характеристика этих самых задач. Ну, и дальше, значит, для многих задач на функциональную грамотность это очень, так сказать, желательно, а для креативного мышления просто обязательно. Это наличие разнообразных альтернативных решений. Можно так, а можно и так. И использование таких критериев, как оригинальность и разнообразие. Ну, вот я вот вам демонстрировал на задания с невидимыми номерами. Значит, какие же нам задания нужны в учебном процессе? Ну, вот любые PISA-подобные задания, которые, так сказать, похожи на задания PISA, комплексные, там, так далее, и так далее. Ну, где вот такие задания как раз и есть. Мы их можем использовать и для диагностики, и для мониторинга, и как обучающие задания. Вот издательство «Просвещение» выдало, издало всю серию. Вот здесь первые выпуски изображены, а есть уже для детей 10-13 лет, вышел выпуск для детей 10-15 лет. Есть еще серия, там тренажеры. Галина Сергеевна уже говорила, что есть банк заданий на сайте института. Где для всех классов основной школы по всем видам грамотности перечислено, ну, как минимум, по 5-6 заданий ситуаций. Задания PISA можно посмотреть на сайте ФИОКа. Вот, то есть, вот, в разных изданиях и сайтах такие PISA-подобные задания есть, их можно использовать для диагностики, мониторингов, ну, и отчасти как обучающие. А вот, кроме того, вот, из того, что мы с вами изучали, вот, то есть, получили в результатах, нам нужны задания на прояснение, на повышение осознанности знаний. Вот такого задания, которое проясняли бы понятые смыслы. Ну, что это за задание? Ну, это вот задание типа приведи примеры, выражи с помощью там чего-то, там рисунка, там еще каких-то терминов, поясни термин, утверждение, изобразись. Ну, что можно изображать? Смыслы понятий, фразеологизм, математических выражений, многозначных. А если вы берете еще многозначные слова, там типа круг, класс, еще что-то, то вы параллельно тренируете и креативное мышление. Вот такого рода задания, в принципе, могут быть использованы на любом уроке, практически на любой теме. Я очень вам рекомендую использовать вот такого типа задания, как, значит, берете лист бумаги, Марина Александровна Пинская про такие задания рассказывает для формирующей оценки. Берется лист бумаги, делится на четыре части. Здесь вот справа вверху записываются там или главные понятия, или там основной тезис урока, или ключевую идею, или еще что-то. Рядышком с ним визуальный образ, под ним какое-то определение, а здесь ассоциации. Вот это задание можно использовать и как обучающее задание, когда дети работают в группе и делятся своим пониманием. Для уточнения понимания, для, так сказать, быстрого нахождения слабых мест, а что дети, оказывается, не поняли. Для формирующей такого рода оценки можно. Ну, вот можно воспользоваться такими заданиями, как стимульными заданиями. Ну, вот это вот знаменитая глокая Куздра и аналоги, когда вы хотите объяснить роль грамматики, попросить детей нарисовать эту картинку. И оказывается, что несмотря на то, что каждое слово непонятно, а картинки у всех примерно получаются одинаковые. Какой-то злобный зверь дерется с другими и с детенышем. Вот, оказывается, помогает нам помочь грамматика. Вот такого рода задания на прояснение смыслов с помощью рисунка тоже весьма полезны и вполне могут быть использованы на разных уроках. Практически на любом. Вот это задача от задачи к способу. То, о чем я говорила. Что это за задание? Это проекты, это кейсы, это моральные дилеммы, это ролевые деловые игры, это вот учебные исследования. Ну вот, просто если говорить о проектах, то я всем рекомендую посмотреть на сайте Global Lab. Там огромное количество очень интересных проектов, которые можно использовать и в классе. Дальше, если говорить о исследованиях, ну вот, например, какая зависимость лучше описывает, например, скорость распространения слухов. Как проверить? Вот мы изучили все функциональные зависимости и для приобщения систематизации изученного мы вполне можем какой-то вот, ну не обязательно слухов, можно там еще что-то, мода там еще что-то, что угодно. А по ходу дела мы можем, так сказать, конкретизировать вот эти самые, вот это от абстрактного конкретного, просить детей находить примеры, которые можно описать процессов, явлений, которые можно описать с помощью линейной зависимости, квадратичной, экспоненты и так далее. Вот такого рода учебные исследования вполне разумно включать в учебный процесс. И это не будет его перегружать, это не будет лишним.